друзья всем привет сегодня поговорим о том как ставить ваш арт лицо известного человека как улучшить качество лиц на вот таких вот изображениях поговорим о том какие есть варианты решения таких задач какие инструменты для этого будут более эффективны все эти задачи можно решить с помощью in painting наверняка многие из вас знают как это делается но чуть позже я все равно покажу но недавно вышло вот такое вот интересное расширение авто детейлер который позволяет решать задачи с in painting им лиц с in painting им силуэта человек давайте рассмотрим как установить это расширение переходим extension выбираем available load from и забиваем поиск авто detail или можете еще забить восклицательный знак в названии этого приложения вначале идет восклицательный знак поэтому найти его просто нажимаете установить переходите installed apply and restart ui после перезагрузки у вас появится вот такая вот вкладка авто detail давайте рассмотрим настройки этого расширения для того чтобы включить это расширение нам нужно нажать enable a detailer и перейти допустим в первую вкладку первое что мы здесь можем выбрать это a detailer model это модель которая позволяет определить либо лицо это первые четыре позиции либо руки либо либо силуэт человека полностью последние две позиции допустим выберем лицо то есть эта модель на автомате определит где на изображении находится лицо и на автомате сделать для него маску дальше нам нужно написать prompt для in paint а то на месте лица мы хотим видеть можем написать женщина в шляпе женщина в очках и так далее ну и negative prompt такой же как и обычный negative prompt если допустим у нас на изображении были бачки и мы бы хотели чтобы при генерации in paint а их бы здесь не было то мы могли бы вот здесь прописать глаз допустим очки и при генерации in paint а авто детейлером эти очки скорее всего убрали зима дальше идет вкладка detection здесь указывается чувствительность определения лица но сильного эффекта она не имеет поэтому значение здесь можно оставить просто по умолчанию и мы можем отрегулировать минимальную площадь маски и максимальную площадь маски то есть например вот с помощью вот этого ползунка mask max мы можем уменьшить максимальную площадь маски по умолчанию эти параметры стоят так как надо и трогать их стоит только в том случае если у вас какие-то проблемы с маской mask при процессе and здесь находится параметр смещения маски опять же если у вас маска определяется неправильно и вам необходимо ее по икс сместить вправо вы можете выбрать маска x offset и в положительную сторону и вправо сместить если вам нужно сместить влево то смещаете ее в минус и если маска вас определил по высоте неправильно то вы можете и сместить по игреку плюс это вверх минус это вниз и параметр mask erosion dilation плюс будет увеличивать по периметру размер маски а минус уменьшать и параметры слияния и инвертирование маски обычно откровенно портит изображение поэтому включать я их вам не советую давайте теперь рассмотрим настройки складки in painting этого расширения здесь абсолютно такие же настройки которые находятся в импейнтинге допустим in paint mask blur это размывание смежных пикселей между маской и изображением по умолчанию стоит 4 пикселя если на изображении вы потом будете видеть переход то вы можете увеличить mask blur чтобы сгладить его in paint at full resolution галочку снимать не надо а сам параметр отвечает за то что модель будет подсматривать за изображением которое находится вне маски то есть за пределами маски чтобы построить ту картинку которая будет внутри маски у меня этот параметр обычно стоит на нуле но если с изображением лица что-то не получается то можно немножко ее по увеличивать use separate steps это количество шагов которое будет просчитано при импейнтинге сюда мы вводим количество шагов но чтобы это количество шагов применилось нужно обязательно щелкнуть галочку если же это галочку снять то количество шагов будет использовано то же самое что у вас используется при генерации основного изображения in painting denosing strength это то насколько вы даете свободу модели изменять ваше изображение тот же самый denosing strength который находится в image to image работает абсолютно так же размер изображения по ширине и по высоте по умолчанию используется 512 на 512 но если вы хотите использовать допустим 768 на 768 то эти расширения нужно сюда ввести и нажать галочку use separate width height в противном же случае неважно какой у вас здесь размер изображения стоит при выключенной галочки ваш размер будет 512 на 512 и также вы можете задать CFG scale нажав галочку и выбрав какой-то конкретный CFG scale если галочка снята то CFG scale используется такой же как при генерации основного изображения и остаются у нас еще два параметра это control.net model для того чтобы эта опция работала у вас должен быть установлен control.net версии 1.1 и в вашем автоматике в папке models control.net должна быть помещена вот такая вот модель control.net in painting как установить control.net версии 1.1 вы можете найти на моем канале вот это вот видео control.net 1.1 часть 1 здесь рассказано как его установить где скачать модели куда их поместить и как вообще с control.net работа ссылку на это видео я приложу в описании здесь у вас есть два варианта либо не использовать control.net либо его использовать я советую его использовать потому что хуже он вам не сделает допустим вот на таком вот изображении где где человек смотрит в камеру вы особой разницы не увидите но если вы захотите вписать лицо вот в такое вот изображение то с control.net это будет сделать намного проще но вес control.net я всегда оставляю на единицы потому что как правило control.net хуже изображения не делает и у нас есть еще одна дополнительная вкладка которая находится абсолютно такие же настройки и предназначена она в общем-то для второй прогонки например на первой вкладке мы можем выбрать person это контур человека причем здесь будут просчитываться контуры всех людей которые находятся на изображении вот этого основного персонажа вот этих вот персонажей на втором плане это будут все разные просчеты но поскольку контур основного персонажа занимает всю высоту изображения то лицо его качественнее от этого не станет а вот кстати руки могут поправиться при таком просчете а вот на второй вкладке допустим уже можем выбрать лицо и просчитать вторым просчетом лицо в этом случае у нас просчитается контур человека и отдельно потом еще улучшится лицо в общем-то все настройки автодетейлера мы разобрали и давайте теперь попрактикуемся второй вкладке я все удалю сид этого изображения зафиксируем и давайте настроим первую вкладку выберем первую модель для поиска лица в качестве промпта зададим просто woman это будет лицо женщины можно face woman негатив промпт я указывать не буду detection я менять здесь тоже ничего не буду все как было так и остается в mask processing я тоже менять ничего не буду в inpainting из всего что есть по умолчанию я поменяю только inpainting denosing strength поставлю его 0.6 дальше я выберу control net вес останется на единице давайте сгенерируем изображение сейчас закончился первый просчет теперь начался второй и вот получилось вот такое изображение если вы обратили внимание на первом изображении сгенерировалась обычное изображение и вторая генерация уже пошла in painting это все равно что мы зашли бы в импейнтинг обрисовали лицо и нажали сгенерировать в общем то получилось двойная генерация но если бы мы отрисовали все это в импейнтинге то это бы было все гораздо дольше это изображение сейчас генерировалась за 11 секунд за один секунд на даже маску не успели нарисовать сейчас расширение 512 на 512 но лицо выглядит уже отлично давайте теперь вместо woman которыми писали в промпте в inpainting добавим дженнифер лопес и сгенерируем изображение теперь лицо нашего изображения заменилось на дженнифер лопес давайте теперь попробуем вот такой вот prompt закинем его prompt нажмем синюю кнопку настройки здесь все остались абсолютно такими же prompt дженнифер лопес давайте попробуем сгенерируем прошел первый просчет второй просчет да на дженнифер лопес это не похоже давайте попробуем увеличить дженнифер стрэнкс до 0.75 нажмем снова generate получилась брутальная дженнифер но этого следовало ожидать все таки базовое изображение было мужское давайте теперь попробуем на вот таком вот промпте заменить лицо закидываем здесь можно попробовать какую-нибудь другую модель допустим медиапайп short denosing strength поставим 07 и остальные параметры оставим такими же prompt и забьем дженнифер и вот такой вот неудовлетворительный результат у нас получился смотрите если так получается то нам необходимо снять inpainting at full resolution просто снять эту галочку и давайте попробуем сгенерировать еще раз и на этот раз все прилично вот такое вот изображение здесь можно еще поиграться с блором чтобы сглавить вот такой переход и еще можно поправить немножко denosing strength чтобы лицо лучше вписывалось в это изображение здесь я сравнил работу разных моделей с yellow первая модель с yellow 8s вторая модель медиапайп full 3 и медиапайп short 4 модель здесь выделяется модель yellow 8s она более контрастная и более насыщенная мне больше нравится модель 8 н вот это самое первое и медиапайп short теперь выберем самой первой модель и отключим давайте control net посмотрим у нас получится и без control net получается вот такая вот фигня в общем то если у вас вот такое вот изображение то проблем у вас не будет и без control net а если изображение вот как-то повернуты то без control это наверно вам не обойтись давайте еще попробуем вот такой вот промпт я его закидываю все настройки оставляют такими же как они были оставляю здесь дженнифер включая control net нажимаю generate сначала генерируется базовое изображение вторым проходом генерируется изображение нашим расширением автор detailer вот так вот резко сюда вписалось лицо чтобы лицо вписалось более аккуратно я подобрал вот такой denosing strength 0.56 и получился вот такой вот результат смотрите сейчас я поставил бачкаунт 8 и прервал генерацию в итоге на втором изображении генерация прервалась в моменте создания маски и вот авто detailer создает маску просто прямоугольником в inpainty же мы обычно рисуем маску более аккуратно здесь просто прямоугольник давайте теперь вернемся к нашей первой генерации теперь я сгенерирую при разрешении 768 на 768 галочку inpainty full resolution я оставляю denosing strength 0.65 control net включен и в промпте я прописываю дженнифер лопес в капюшоне нажимаем generate и получается вот такая вот картинка здесь мы можем заметить что у человека это лицо улучшилось а вот у собаки нет этот плагин он не определяет других лиц кроме людей поэтому если мы хотим улучшить лицо у собачки то нам нужно отправить это изображение в inpainty нажмем кнопку s чтобы увеличить изображение во весь экран и обведем лицо собачки чтобы выйти нажмем кнопку r введем следующие настройки inpainty masked only masked выберем rm2 mk 1 разрешение выберем 768 на 768 denosing strength 0.7 23 шага и нажмем generate в итоге у нас получилось собака в капюшоне почему потому что мы не изменили промпт по сути дела здесь нам нужно менять промпт и оставить просто слово dog итоге изображение улучшилось по сути дела то же самое мы могли сделать и с лицом но работа в inpainting намного дольше чем с плагином авто детейлер кстати если у вас есть обученные вашему лицу лора в промпт вы можете вставить вашу обученную лору и так данное изображение уже будет ваше лицо если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в группу вк telegram в группах мы выкладываем все ссылки и дополнительные материалы а на этом всем удачных генераций всем удачи всем пока удачных генераций всем пока